Импорт и замещение в сельском хозяйстве идет успешно. Российские земледельцы не только обеспечили нашу страну пшеницей, но и стали ведущими экспортерами в мире. И животноводы стараются заполнить растущий рынок. В настоящее время, когда приходится действовать в условиях карантинных ограничений, славянские труженики животноводческого сектора продолжают работать, чтобы покупатели не испытывали недостатка в их продукции. В Славянском районе животноводство демонстрирует успехи. Самое главное, что сейчас востребовано не только количество произведенной продукции этого сектора, но и качество. Глава Славянского района посетил крестьянско-фермерское хозяйство Владимирсохань, расположенное в хуторе Красноармейский городок Кировского сельского поселения. Хозяйство работает уже 7 лет и за это время добилось многого. Здесь за год выращивается порядка 5000 гусей, столько же индоуток, мулардов, 30-35 тысяч уток. Все выращенное забивается и обрабатывается на собственной бойне. Кроме того, закупается и обрабатывается около 100 тысяч кур-бройлеров. Роман Сенеговский задал вопросы представителям хозяйства и получил на них ответы. Его интересовало все, что связано с производством и обработкой птичьего мяса. А у вас идет что кормежка? Кукуруза? Кукуруза, пшеница, отруби, жмых, фрукс, солнечные. То есть у них вся палитра должна быть? Руководство района поддерживает животноводов. Продукция этого хозяйства хорошо известна потребителям как Краснодарского края, так и далеко за его пределами. Около 70% охлажденной птицы поставляется в Москву. Благодаря государственной поддержке у животноводов есть дополнительные возможности для роста. В планах создание кооператива, обустройство нового цеха переработки и многократное расширение производства. Стараются и животноводы, которые занимаются разведением мелкого рогатого скота. Глава Славянского района Роман Синеговский посетил ферму, где содержатся козы индивидуального предприятия Ирина Белотелова в Петровском сельском поселении. Основательница и хозяйка фермы начинала с двух коз, а сейчас их уже более 100. Дойная стада 65 голов. Если мы загорелись и начали делать, мы делаем. Ну почему не кролики, не коровы, а козы? Мы много что пробовали, ну вот как-то вот попробовали молоко. Ну а так в принципе, если вот есть нормальный сбыт, если где-то немножко земельки, прибыльное дело, можно заниматься? Можно заниматься. Ну то есть для семьи, я имею в виду. Для семьи. Это немаленькое хозяйство поддерживается усилиями всей семьи Ирины Белотеловой. Уже сейчас козье молоко и сыр своего производства пользуются большим спросом. Планируется закрепить успех и расширить производство, для чего нужно будет наладить заготовку собственных кормов. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.